МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги прошедшего года и планы на будущее. Глава города Александр Тихонов провел пресс-конференцию. Здравоохранение в Сарове. Главный врач КБ-50 Сергеоков ответит на вопросы соровчан. В формате живой дискуссии ведущий авторской программы на канале «Россия-24» Константин Семин ответил на вопросы соровчан. Далее расскажем обо всем подробно. В своем выступлении Александр Тихонов затронул показатели социально-экономического развития города. По его словам, в прошлом году средняя заработная плата в Сарове – более 55 тысяч рублей. Для сравнения, в 2017 году она составляла 51 тысячу. Зафиксировано снижение числа безработных. Также речь шла о реконструкции и строительстве новых объектов, связанных с образованием. 1 сентября 10-я школа должна быть сдана. В конце этого года должно начаться строительство 11-й школы. Новый детский сад 44-й тоже в планах. 1 сентября, который около кинотеатра «Россия». Межшкольные стадионы мы договорились с администрацией. Движемся. Этот год 16-я школа, затем 7-я, затем 13-я. Один из самых проблемных вопросов, которые долго обсуждали в конце прошлого года – обеспечение школьников горячим питанием. В 90-х годах бесплатные завтраки всем и обеды некоторым категориям детей ввели, когда родителям месяцами не платили заработную плату. Но даже когда проблемы с задержкой зарплаты остались в прошлом, бесплатное питание не отменили. В прошлом году, например, завтраки стоили города около 86 миллионов рублей. И органы местного самоуправления вели большую работу, чтобы их сохранить. Я лично выезжал в Министерство финансов Российской Федерации, беседовал с начальником департамента межбюджетных отношений на эту тему. До этого выезжал глава администрации с другими главами. Зато Минфин не собирается отступать от этой позиции. И поэтому все вещи продолжения финансирования – это будет считаться нарушением бюджетного законодательства. Тем не менее, найдена возможность сохранить завтраки до конца учебного года. К сентябрю планируется определить ряд категорий, которые, возможно, будут получать бесплатное питание. Также на встрече с журналистами речь шла о содержании и очистке новой дороги от КПП номер 4. Пока дорога на балансе подрядчика, он же отвечает и за своевременную очистку участка до поворота на Кременке. Сегодня уже техника вышла. Она должна чистить по окончании пяти часов после снега. Техника утром вышла, расчистка идет. Все знаки, кстати, установлены. За другим участком до Глухого следит другая фирма. Глава города пообещал проработать с представителями этой компании вопрос своевременной очистки дороги. В этом году выделены деньги на строительство дороги до Первомайска. Дорога Лихачи-Суворова включена по планам правительства области на 2020 год. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. На предприятии трудятся 23 сотрудника. Специалисты занимаются разработкой программного обеспечения, усовершенствованием, добавлением нового функционала и продвижением своего продукта на рынок. Первый резидент территории опережающего социально-экономического развития занимается внедрением в нашей стране омниканальных коммуникаций. Когда все коммуникации бесшовные, живут они все в одной веб-платформе, и пользователь, общаясь со своими клиентами, то есть B2B-шный продукт, для него неважно, из какого канала придет коммуникация, ему неважно, в какой канал ответить. То есть он может принять звонок и одновременно с этим, с этим же клиентом начать чат в одном из мессенджеров. Предприятие специализируется на работе с крупными компаниями сфер страхования, ресторанного бизнеса, фитнес-центрами. Цель программного обеспечения – максимально упростить общение той или иной организации с пользователем. И сделать это с минимальными затратами человеческих ресурсов. Для того, чтобы стать резидентом ТАССР, руководство разработало бизнес-план, согласно которому после открытия компании в нашем городе появится несколько десятков рабочих мест. Нам нужны программисты, нам нужны программисты в определенном технологическом стеке. То есть мы пишем бэк на ПХП, мы пишем фронт на ангуляре и, соответственно, нам нужны именно они. Но зачастую в городе мы сталкиваемся с тем, что люди знают более тяжелые языки СИС и СИПлюс Плюс и не хотят переучиваться. Компания начала свою работу с декабря 2017 года, а с 2018 активно набирала штат сотрудников. У резидентов ТАССР в Сарове есть неоспоримые преимущества. Это налоговые льготы и возможность использовать умные кадры закрытого города. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. На улице еще темно, но они уже на посту. День у сотрудников Дорожной полиции Сарова начался с рейда по соблюдению водителями маршрутных такси и автобусов правил перевозки людей. Как объясняют сами полицейские, рейд мера не карательная и задачи собрать как можно больше штрафов нет. Главная цель предупреждения ДТП с участием общественного транспорта. Техническую сторону, в соответствии с правилами движения, документацию водителя, комплектация автобуса, ремни безопасности пассажиров, самого водителя. Если это междугородние рейсы, то наличие тахографа, работоспособность его. Состояние водителя, наверное. Водители, несмотря на нежелание встречаться с сотрудниками ГИБДД, к остановке на дороге относятся с пониманием. За жизнь и здоровье во время поездки ответственность несет именно водитель. Этим утром на дороге вместе с полицейскими был еще и старший инспектор госавтодорнадзора. По словам Анатолия Миронова, есть перечень нарушений, которые встречаются чаще остальных. Чаще всего встречаются нарушения проведения перед рейсомет осмотра водителей и организация контроля тех состояний транспортных средств перед выездом на линию. Особое внимание инспекторы уделяют тем автобусам и маршруткам, в которых уже едут люди. Это дает возможность оценить, соблюдены ли условия перевозки. Меры к нарушителям принимаются адекватной нарушению. При проверке транспортных средств на линии, если выявляются такие нарушения, составляется административный протокол на водителя и акт осмотра транспортных средств. Собирается как можно больше материала, который впоследствии проводится либо проверка внеплановая, либо административное расследование. И уже привлекаются к административной ответственности должностные лица и юридические лица. По закону в случае нарушения водителям правил, связанных с перевозкой пассажиров, на него может быть наложен штраф от полутора до пяти тысяч рублей. А вот юридическим лицам в случае нарушения ПДД придется раскошелиться на сумму до трехсот тысяч рублей. Кирилл Васильев, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей СРОВ-24. СРОВ-24. А дальше больницы, лечение, химиотерапия. Несомненно, в такой ситуации очень важна поддержка близких. Побороть страх, перестроить сознание на позитив, наполнить его положительными эмоциями. Со всем этим тяжело справиться и человеку, столкнувшемуся с диагнозом, и его родным. Психологическая помощь – это один из самых главных моментов на пути к выздоровлению. Но, к сожалению, в Сарове такой помощи получить негде и не уколо. Хотя людей с диагнозом онкологии в городе предостаточно. И было бы неплохо организовать такой кабинет и прием онкопсихолога. К счастью, нам удалось в свое время найти такого онкопсихолога в Нижнем Новгороде. И мы получали помощь, связываясь по скайпу. Мария и ее муж Александр уверены, что большинство людей мало знают об онкологии, о методах ее диагностики и лечения. Узнав страшный диагноз, больной зачастую опускает руки и не делает попыток бороться за свою жизнь. А бороться надо, потому что никто, кроме себя самого, не поможет. Не стесняться, не ждать, добиваться консультации, добиваться лечения у специалистов. Ведь любое ранее начатое лечение улучшает прогноз и увеличивает шансы неизлечения. Пройдя через такое испытание, Мария многое переосмыслила. Стала по-другому относиться к жизни, к окружающему миру. Каждый день этой хрупкой женщины с очаровательной улыбкой и огромной силой воли проходит под девизом «Я очень хочу жить». Благодаря всему пережитому я научилась ценить жизнь, да и вообще в приоритете сейчас семья, любовь, доброта, любовь к себе и любовь к своим близким. Чтобы создавать будущее без рака, нужно действовать уже сейчас. В этом году стартует трехлетняя акция под лозунгом «Я есть и я буду». Это призыв к личному осмыслению того, что может сделать каждый человек в борьбе против этой болезни и какой вклад внести в компанию против рака. Основное внимание будет уделяться выбору здорового образа жизни, ранней диагностики и лечению. Аварий на дорогах города в 2018-м было примерно столько же, сколько и в 2017-м. Незначительно увеличилось количество пострадавших в ДТП со 107 человек до 109. Больше стало аварий с участием выпивших водителей, а вот количество дорожных происшествий с пешеходами сократилось. Связано это со сменой дорожных знаков, обозначающих границы пешеходных переходов и профилактической работы, которую ежедневно ведут сотрудники ГИБДД на улицах города. Как показал анализ всех аварий, в Сарове есть три самых аварийных перекрестка. Это проспект Мозруково, строитель Захарова, Садовая, Зернова и Зернова-Разамасская. Все три участка уличной дорожной сети были рассмотрены на заседаниях комиссии по безопасности дорожного движения. Организационные меры уже по некоторым перекресткам приняты. На части прилегающих улиц установлены знаки ограничения скорости. На перекрестках выбраны оптимальные режимы работы светофоров. Перекресток улицы Зерновой-Садовый попал в областную программу «Минус 50». Цель этой программы – ликвидация 50 самых аварийных перекрестков по всему региону. Ряд мероприятий уже проведен на этом перекрестке. Вы уже видели, наверное, там установлена дополнительная световая опора над пешеходным переходом на улицу Садовой. Поставлены новые мощные источники света. Там практически как днем ночью стало на этом пешеходном переходе. Значит, видели, что установлены уже еще дополнительные опоры для установки дорожных знаков дополнительных дублирующих пешеходный переход. И они уже установлены над перекрестком. Ряд мероприятий по улучшению дорожной обстановки на этом участке перенесены на май-июнь 2019-го. Как только позволят погодные условия, там запланирована установка лежачих полицейских. Сам в себе напрашивается вывод о реконструкции светофорного объекта, чтобы заменить существующий режим о введении отдельной фазы для пешеходов, для задержки включения зеленого, разрушающего сигнал светофора с одного из направлений. По словам начальника Саровского ГИБДД, деятельность дорожной полиции за прошедший год региональным руководством оценивается удовлетворительно. Активно ведется работа и с привлечением жителей города к улучшению дорожной ситуации. Как сообщил Александр Косенков, он к диалогу с водителями готов каждый день. Кирилл Васильев, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Более 25 лет Евгений Крылов работает учителем истории в школе номер 14. За это время он выпустил три класса. Обо всех своих воспитанников Евгений Евгеньевич вспоминает с улыбкой. Говорит, что каждый класс уникален по-своему. Мне интересна история людей, история страны и история своих выпускников. Мне интересно узнавать, что с ними произошло за последние годы, что изменилось в их жизни. Как выясняется, у кого-то дети родились, кто-то на работу устроился, кто-то образование хорошо получил. У каждого свои достижения. И за этим приятно следить, наблюдать и составлять своеобразный архив своих выпусков. Евгений Евгеньевич бережно хранит в памяти историю достижений своих учеников. И каждый раз, листая классные фотоальбомы, Евгений Евгеньевич вместе с выпускниками вспоминает о тех лучших школьных годах, которые они пережили вместе. Конечно, скучаю. Кто не скучает по школе. Это первое место, где в детстве догонялки играли, уроки учили. Иногда прогуливали тоже. Ну, все прогуливают. Потом за ум взялись. А почти 11 классов. После звонок выпускной. Ностальгия. Более 100 человек каждый год покидает стены школы. Выпускники 14-й стали инженерами и врачами, пожарными и учеными, воспитателями и поварами. Но в день встречи все они ненадолго возвращаются в свою школьную юность. А уже в сентябре появится еще один повод вновь собраться вместе. Школе 14 исполнится 30 лет. К сезонной эпидемии город подготовился еще осенью. Большинство соровчан ответственно отнеслись к своему здоровью и сделали прививки от гриппа. По словам специалистов, подъема заболеваемости в городе нет уже порядка трех лет. Гриппом болеют лишь единицы. В основном те, кто не сделал прививку. Грипп есть. Грипп Б в основном, но от которого прививка так не очень хорошо работает. А А просто единицы. А остальные все у нас идут респираторные вирусные инфекции. Это в основном парагрипп, аденовирусные инфекции, респираторно-сенциальный вирус тоже поднимает голову зимой. И вот эти вот инфекции, они есть. Диагноз гриппа ставится на основании клиника эпидемиологических данных и лабораторного подтверждения. Для лечения заболевания применяются противовирусные препараты, особенно эффективны их назначения в первые сутки от начала заболевания. Но не так страшен грипп, как его осложнение, которое намного опаснее, чем сам вирус. Это в первую очередь пневмония. Пневмония может быть и гриппозная, и потом свои эти бактерии, которые у человека есть, могут они поднять голову и вызвать заболевание. Чаще всего это пневмокок. И пневмококок и пневмонии очень тяжелые, они деструктивные. Там полости в легких образуются, абсцессы в легких и так далее. Специалисты напоминают, чтобы избежать инфекции, необходимо укреплять и закалять свой организм. Нужно высыпаться, избегать перегрузок, больше находиться на свежем воздухе и правильно питаться. Не стоит забывать и о народных средствах и включить в свою рацион лук и чеснок. Это фитонциды, которые убивают и вирусы, и бактерии. Но их просто на блюдечке, каждый раз, каждое утро свеженькие, потому что они высыхают, и испарений уже от них нет. Но это все помогает и просто есть. И некоторые любят и дети, и взрослые чеснок. Сейчас надо усиленно их употреблять. При посещении общественных мест можно пользоваться медицинской маской. Медики обращают внимание, что любое вирусное заболевание, перенесенное на ногах, может привести к осложнениям. Поэтому необходимо при первых признаках инфекции обратиться к врачу. В конце января на канале 16 состоялось интервью с главой города в прямом эфире. Тогда свои вопросы смогли задать несколько десятков саровчан. На те вопросы, что не прозвучали в эфире, Александр Тихонов готовит письменные ответы. В ближайшее время мы опубликуем их в нашей официальной группе ВКонтакте, а также на сайте sarov24.ru. Было много отзывов и вопросов в прямой эфир. Поэтому мы решили не откладывать в долгий ящик и организовать очередное интервью в прямом эфире. На этот раз гостем студии станет главный врач КБ-50 Сергей Оков. 19 февраля в прямом эфире в рамках программы «Актуальное интервью» он ответит на все ваши вопросы. Мы уже принимаем вопросы по телефону редакции 601-31. Этот же номер будет доступен и во время прямого эфира. Почему именно Сергей Борисович? Нам очень часто звонят в редакцию с вопросами по качеству медицины, по медицинскому обслуживанию. И так или иначе мы все обращаемся к врачам, и эта тема касается каждого из нас. Особенно в период эпидемии, болезни ОРВИ. Поэтому мы предложили Сергею Борисовичу прийти к нам в прямой эфир, и он любезно согласился. Прямой эфир с Сергеем Оковым на канале 16. 19 февраля, вторник, начало в 20.10. Не упустите возможность задать свой вопрос главному врачу КБ-50. Конкурс «Что я знаю о пожарной безопасности» проводится в нашем городе уже более 10 лет. И каждый раз организаторы отмечают огромный интерес юных саровчан к проблеме профилактики пожаров. В этом году девизом стал лозунг МЧС России «Предупреждение спасения помощь». Традиционно конкурс проходит в несколько этапов. С 4 февраля первый этап он проходит в образовательных учреждениях. Это детские сады города Сарова, школы и учреждения дополнительного образования. Номинации конкурса позволяют проявить свои творческие способности и знания всем желающим. Рисунки, аппликации, подделки в различных техниках декоративно-прикладного творчества, а также разработка буклетов, листовок и видеороликов о профилактике пожаров не только дома, но и в общественных местах. В этом году организаторы предлагают подросткам обратить внимание на новую номинацию. «Истории персоналии». В этой номинации мы бы хотели увидеть работы о людях, о саровчанах, которые либо действующие сотрудники, либо ветераны наших пожарных отделений города Сарова. И нам бы хотелось, чтобы ребята познакомились с их историей, с их судьбами и рассказали своим сверстникам. Представленные на конкурс рисунки и подделки должны отражать тему предупреждений пожаров и шалости детей с огнем. Деятельность профессиональных пожарных, спасателей и работников ВДПО. Жюри будет оценивать авторские работы по уровню сложности, оригинальности, выразительности и новизны подхода к раскрытию темы. Елена Грецкова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24. Долгие часы репетиций, подготовки декораций и костюмов позади. Жюри третьего городского конкурса «Театральный марафон профессии» отсмотрела все 18 выступлений финалистов и определила победителей и призеров. За подарками и дипломами на сцену Дворца детского творчества поднимались юные артисты и их старшие наставники. Меня поражает, с каким энтузиазмом включаются в эту работу и педагоги, и родители, и дети, и какие замечательные результаты получаются. Это своеобразная ранняя профориентация. Мы в детском саду знакомим детей с разными профессиями, но одно дело рассказать ребенку, показать какие-то трудовые действия, показать инструменты, рассказать о значимости труда, а другое дело разыграть это все на сцене. Все участники получили пригласительные билеты в Саровский драматический театр. Финалистам вручили памятные подарки от компании «Саровинвест». А специальных призов от канала «16» удостоились две команды – из 8-го детского сада и 17-й школы. Третьи классики вместе со своими родителями рассказали о профессии режиссера. Это человек универсальный. Он должен решать кучу, совершенно огромнейшую кучу проблем. Как административных, так и съемочных общих, так и концептуальных, потому что это режиссер. В этом году участники конкурса инсценировали профессии сферы искусств и театра сельскохозяйственной отрасли и лингвистики. По правилам команда должна состоять из двух детей и двух родителей. Выступление 17-й школы жюри оценило высшими баллами. Никита Кузнецов исполнил на сцене главную роль. Это было очень волнительно, особенно когда объявляли. Я весь перевновывался. Когда объявили второе место, я поняла, что мы сразу на первом месте. В общем, я был главным. Памятные дипломы на церемонии награждения по итогам конкурса вручили педагогам школ и детских садов, которые оказали помощь в подготовке выступлений. Четыре творческих человека и четыре совершенно разных взгляда на мир. Они находятся по разные стороны искусства, но объединяет их одно – любовь к фотографии. Запечатлеть яркие моменты, интересных людей, найти удачный кадр и показать свои работы зрителю. На первой фотовыставке клуба «Арт-позитив» представлено несколько десятков работ от участников объединения. Есть у каждого своя авторская философия. И это очень важно, потому что без личности, без индивидуальности в творчестве ничего получиться интересного не может. Выставку удалось собрать за неделю в экспозиции портретные снимки и пейзажи. Зрителю представлено четыре женских взгляда на человека и природу. Авторы работ занимаются самыми различными направлениями искусства, а в свободное время берут в руки фотоаппарат и отправляются за красивыми снимками. Желание через объектив увидеть этот мир не просто как художник, это им однозначно помогает, но и просто как самые обычные люди. Ника Ерошик учится в Санкт-Петербурге. На выставку она представила около 20 фотографий различных лет. Самый ранний снимок был сделан практически пять лет назад. Ника фотографирует для души и считает, что для творческого человека очень важна отдача от зрителя. Они о людях, они о человеческом восприятии прекрасного, они о теплее, они о душе. Увидеть выставку фотографий от участников клуба «Артпозитив» можно на втором этаже Дома ученых в ближайшие два месяца. Это не тест на точные знания формул и теорем. Цель викторины – дать возможность каждому человеку проверить, насколько его картина мира совпадает с научными знаниями. С каждым годом организаторы фиксируют все больше желающих стать на несколько часов лаборантами и погрузиться в увлекательный мир науки. В этом году лаба проводится в третий раз и планируется к участию 35 стран. Поэтому она в этом году будет проводиться не только на русском языке, но и на английском, на французском и других языках. В нашем городе лаба впервые откроет свои двери для саровчан. Площадкой для открытой лабораторной выступил Саровский физтех. Каждый участник получит два бланка, в которых будет записывать ответы. Один он сдаст на проверку, а второй оставит у себя. После того, как пройдет время ответов на вопросы, зав. лаб – это сотрудник нашего института, и еще один человек, не буду раскрывать его инкогнито, это пусть будет сюрпризом, разберут все варианты, расскажут, как правильно. Открытая лабораторная – это развлекательный проект, который позволит проверить свои знания о базовых явлениях жизни из области физики, химии, биологии, астрономии, антропологии и механики. Мероприятие позиционируется как лаборатория, где вы, как участники, будете выступать в роли лаборантов. У вас будет журнал «Лаборанта», и работа с вами будет за флап. Чтобы стать участником международной викторины «Опенлаб», нужно прийти 9 февраля в 411 аудиторию 2-го корпуса Саровского физико-технического института. Начало в 15.00. С собой нужно взять только ручку. Олимпиадная математика требует от школьников нестандартного подхода к решению задач. Умение найти правильный и неординарный ответ – результат долгих часов подготовки и времени, потраченного на изучение точных наук. Из пяти призеров регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по математике четверо учатся в третьем лицее. В Олимпиадной математике, наверное, самое красивое, что есть – это геометрия. Ну, все время она очень красиво и изящно решается. Мне это очень нравится, да. Екатерина Ивина учится в 11-м классе. Она решила связать свою жизнь с точными науками. Тем более, что хорошие подспорья для этого уже есть. Поступить в престижный вуз ей поможет титул призера заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по физике, который ей удавалось завоевать дважды. По служному списку выпускницы добавились и достижения по математике. Когда ты побеждаешь в Олимпиадах, ты становишься более уверенным. И даже в других областях ты можешь соревноваться на высшем уровне. Это дисциплинирует. То есть, чтобы подготовиться к Олимпиаде, нужно каждый день заниматься и тренироваться. Потому что, даже можно так сказать, что Олимпиады – это тот же спорт. То есть, это высокая конкуренция, постоянные тренировки, занятия. Для того, чтобы попасть на региональный этап Олимпиады, ребята проходили отбор в лицее. Затем выступали на городском уровне. И только потом получили путевку на регион. С заданиями Олимпиады Данила Смирнов справился без особого труда. Помогли ежедневные занятия и знания, приобретенные в стенах лицея. Затрагиваются абсолютно все разделы математики. То есть, на одной Олимпиаде могут быть задания и на разные области геометрии, на комбинаторику, например, из конкретной Олимпиадной математики. Разные разделы алгебры, теории чисел. Уже в марте стартует заключительный этап Всероссийской Олимпиады школьников. И, возможно, в этом году в списках победителей и призеров будут имена соровчан. Я могу своими словами спровоцировать других людей на изучение тех же самых вещей и на то, чтобы они произносили собственные слова. От ведущего программы «Агитпроп» соровчане ожидали той же прямолинейности и открытости, с какой он говорит с экрана телевизора. Поэтому и вопросы подготовили, что называется, на злобу дня. О коррупции, о пенсионной реформе, о социализме и капитализме, о ситуации на международной политической арене. Вопросы касались всех сфер жизни людей, но в большей степени ситуации в стране. Сегодня у нас хозяин положения не конкретный, Уткин, условно говоря, или Васечкин. Сегодня хозяин положения – это тот класс, который получил власть и собственность в начале 90-х годов. У столичного гостя, как у вражеского агента, буквально выпытывали факты, фамилии, подробности громких дел. Провинциальным жителям казалось, что журналист федерального канала должен знать всю подноготную политической кухню. Дело не в фамилиях, а представление о том, что не фамилия определяет ситуацию, а фамилии. Каждая конкретная, даже ненавидимая людьми фамилия – всего лишь обслуга. Слуга класса, находящегося у власти. Журналист подробно отвечал на вопросы и разъяснял Стравчанам свою позицию по той или иной теме. Кроме гражданской позиции, зрителей интересовала и творческая деятельность Константина Семина, не связанная с работой на телевидении. В 2017 году он организовал альтернативную музыкальную группу «Джанни Радари». Террая группа совсем не для того, чтобы захватывать какие-то хит-парады или ехать на Евровидение. Это всего лишь часть того же самого пропагандистского усилия. На встречу пришли люди разного возраста – от школьников до пенсионеров. Зал библиотеки не смог вместить всех желающих, задать интересующие вопросы и получить на них правдивые ответы. Некоторым пришлось разместиться в библиотечном коридоре. Свои вопросы коллеге по цеху задал и журналист нашего канала Константин Перевозчиков. Актуальное интервью с Константином Семиным смотрите в эфире во вторник, 12 февраля в 20.10. Первый соревновательный день в Дзержинске для братьев Кайдаш получился удачно. В Мастарте классическим стилем в своих возрастных группах и Станислав, и Вячеслав показали себя с наилучшей стороны и смогли подняться на верхнюю ступень пьедестала почета. Даже в момент, когда Вячеслав, старший из братьев, проходил свою дистанцию, старался наблюдать и за успехами младшего. У него задача была не отпустить нас. Первый круг он работал, потом немножко я ускорился, добавил. Но он молодец, он выдержал темп, ну и в свое возрастное он занял первое место. Вячеславу победа тоже досталась непросто. Лыжные гонки классическим стилем требуют от спортсмена изрядной выносливости и способности рассчитать свои силы. Тяжело было. Думал, легко вдастся. Первый круг ехал, самочувствие было хорошее. Второй круг лежу, там соперник не отстает и пришлось терпеть. Тяжело. Классический гонок далось тяжелее. В секцию лыжных гонок Станислава привел старший брат. За свою спортивную карьеру он смог заслужить звание кандидата в мастера спорта по лыжным гонкам. И, как признался спортсмен, здоровая конкуренция между братьями всегда присутствовала. Всегда после соревнований мы обсуждаем с братом гонку, то есть смотрим результат. Например, не скрывая, я в детстве где-то брата обыгрывал. В последнее время я чуть, в большей степени, ему проиграю. Ну и даже, опять же, естественно, хожу на старт, стараюсь добиться, чтобы его обыграть. Любительские соревнования, на которых удачно выступили братья, это еще одна ступень в их спортивной карьере. Как пояснили спортсмены, если в этом сезоне все сложится удачно, то Станислав отправляется на всероссийское первенство среди любителей, а Вячеслава ждут международные соревнования в Норвегии. Пока вторая юношеская цель – стать мастером спорта. Дмитрий Мирюков шаг за шагом идет к исполнению своей мечты. Очередные соревнования, на которых он стал серебряным призером, показали, что потенциал у юноши есть. Но надо уделить больше внимания технике ведения боя и психологической подготовки. Соперники были подготовлены, но в последние схватки не повезло, не хватило характера. Дмитрий занимается в секции единоборств более четырех лет. Девятилетним мальчишкой вслед за другом он пришел учиться приемам рукопашного боя, и с тех пор боевые искусства стали неотъемлемой частью его жизни. Поэтому каждый раз он детально разбирается своим тренером ошибки и промахи схватки на ковре. И первенство в Мордовии, когда он был в шаге от победы, не стало исключением. И захваты, и приемы, удар должен быть. Я мог ему много раз нанести удар, но потом, когда уже рассматривал бой, уже понял, что уже сделано это. На второе личное командное первенство в Мордовии по рукопашному бою собрались сильнейшие спортсмены-юниоры из нескольких регионов страны. Более 150 рукопашников и самбитцев боролись за призовые места. Воспитанники Валерия Трубина впервые приняли участие в таком турнире. Подготовленные ребята были в каждом весовой категории. Ребята мои, воспитанники провели не меньше трех-четырех боев. Поэтому я думаю, что это достойное было соревнование. Соревнования стали отбором на первенство Приворского федерального округа, которое пройдет с 28 февраля по 3 марта в столице Башкирии. По результатам проведенных боев на турнире в Саранске четыре саровчанина обеспечили себе путевку на соревнования в Уфе.